Ага, ну, вот это не ошибка, это я про это давно, когда пост писал, сейчас быстро не найду, не помню, как он назывался, но это прям очень распространенная ошибка дизайна, если этот адрес уже используется, значит, это мой адрес, нет никакой ошибки, значит, я просто, ну, дай мне зайти и спроси у меня пароль, и все, если я забыл пароль, напомни мне пароль, там, не знаю, значит, ошибки тут никакой в этом нет. Ну, может, я регистрировался три года назад, просто вообще забыл про этот сайт. Так, ну, вот это кажется избыточным, то есть, я тут расписал, что должно быть в адресе, но, блин, если я не знаю, что такое адрес электронной почты, как он выглядит, то мне это объяснение не поможет, то есть, это выглядит таким очень формальным, но совершенно бесполезным, то есть, в данном случае, но, скорее всего, у меня просто там рука дрогнула, я случайно не дописал, мне это ничего не даст, то есть, тут хватило бы просто вот этой красной рамочки или там какого-то, не знаю, восклицательного знака. Ну, и вот про номер тоже, ну, в смысле, если у меня вот такой номер, на самом деле, почему-то, а просто ты не в курсе, что такой номер бывает, то меня бесит, что ты тут написал. Если у меня, на самом деле, номер не такой, я просто, опять же, не дописал, так мне будет достаточно того, что ты его в рамочку обвел. То есть, вот, кажется, что вот такие вот описания, это скорее... Избыточность. Ну, это тут такая техно... Вот это еще тоже будет лекция у вас, вот, язык роботов на следующей неделе, но это следствие технозависимости. То есть, понятно, что где-то там в коде, да, тебе нужно валидировать эти поля, у тебя там прописаны, как должна выглядеть почта, как должен выглядеть телефон, чтобы ты любой мусор, который человек тебе пришлет, не мог себе в базу записать. Но такое ощущение, что ты взял вот этот вот свой код на джаваскрипте или на чем он там у тебя написан и перевел его на русский, а это, ну, не сильно там не нужно. То есть, достаточно просто показать, что тут что-то не целиком, вот, и я допишу. Ну, а если я реально верю, что это мой номер, а ты такой отправить не можешь, почему-то, потому что ты такой не знаешь формат или что-то, ну, блин, значит, не судьба. Тогда вот пишут всякие такие формировки, типа там, мы не сможем отправить смс на этот номер. Ты уж, ну, типа, блин, мы не понимаем, что ты от нас хочешь, мы не можем утверждать, что такого номера не существует, может, мы не в курсе, какие существуют. Ну, вот факт в том, что мы не сможем, сорян, давай другой номер, если хочешь. Вот. Но с номером ты, получается, не... Ну, ты подводишь к тому, что просто написать, что мы не сможем на такой номер отправить. Ну, я бы вот в этих конкретных ситуациях оставил просто красную рамку или бы еще какой-нибудь восхищательный знак поставил с точки зрения вот там всех тем про доступность. Потому что, ну, там, знаешь, у кого-то там со зрением какие-то сложности или там с устройством или где-то там еще что-то, и вот не видно эту красную рамочку, теоретически может быть. Но на большинстве сайтов это не важно, но какие-нибудь госуслуги, например, да, которым нужно там вообще всем угодить, они делают, что у них, если поле в красной рамочке, то в нем еще и красный восхищательный знак тут стоит в углу, чтобы вот даже ты там на черно-белом каком-нибудь мониторе в библиотеке, там, не знаю, единственной в каком-нибудь городе, и то смог это поле понять. Спасибо. 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 Спасибо.